В адрес нашей передачи, программу «Взгляд», в мой личный адрес, приходит очень много ваших телеграмм с просьбой ни в коем случае не оставлять тему афганцев. Есть среди этих телеграмм и такие, которых вы умоляете нас, а то и порой требуете делать всё, чтобы вернуть тех наших ребят, которые попали в Афганистане в плен. О пленных, об афганских пленных, естественно, говорит не только «Взгляд», не только «Телевидение», а практически все средства массовой информации и печатные органы. Каково же наше было изумление, что в газете «Красная звезда» мы обнаружили вот такую статью, опять крайне. Я прочитаю небольшую выдержку. Сейчас всех наших военнопленных, опять же, вне зависимости от обстоятельств пленения, кое-кто готов объявить чуть ли не героями, на худой конец, невинными страдальцами, достойными всяческого сочувствия и сострадания. Таким страдальцам представляет со страницы еженедельника «Новое время» номер 15 за этот год некий Матеус. Что же представляет собой этот человек, за судьбу которого столь страстно ратует корреспондент «Нового времени» Ирина Лагунина? Андрей Матеус – это один из бывших советских военнопленных, который в 1985 году вернулся в Советский Союз, вернулся по собственному желанию, напрямую из Пакистана, не заезжая на Запад. Я не считаю себя невиновным, как-никак часть была самовольная, но ответьте мне на такой вопрос, о каком гуманизме вы пишете? Я вот вернулся на родину и получил квадратный километр, огороженный колючей проволокой. Я неоднократно обращался в органы прокуратуры, в том числе и в прокуратуру СССР, с просьбой объяснить, попадаю ли я под ту амнистию, о которой говорилось в выступлении в июле 1988 года генеральный прокурор СССР. Отказа мне не пришло. Еще бы, ведь в заявлении Сухарева сказано, что те, кто добровольно вернется, не будут осуждены независимо от обстоятельств пленения и поведения в плену. Да, действительно, такие слова в заявлении генерального прокурора были. Именно поэтому я очень удивилась, почему этот человек продолжает сидеть, почему он осужден на 8 лет лишения свободы, и почему заявление генерального прокурора не подействовало в этом случае. Юридическим актом это заявление не является. Ведь восприняли его наши ребята, которые находятся за рубежом, как призыв, возвращайтесь, ребята, мы все понимаем, государство совершило ошибку, давайте разбираться с каждым из вас. Возвращайтесь, вас не посадят в тюрьму, как во времена Сталина сажали все, кто попал в тюрьму, либо, так сказать, бессознательно, да как угодно. И мы, журналисты, это восприняли абсолютно так же. Да, оно действительно может повлиять. Может быть такое, что вот человек вернулся и, учитывая заявление генерального прокурора, суд решит, например, не осуждать его на 8 лет. Или там снизить срок заключения. Или отбывать его условно. Такое может быть. Но для того, чтобы человек действительно, на него не заводилось уголовное дело, чтобы он ни в коем случае не попал за решетку здесь, нужен только акт об амнистии, указ об амнистии Верховного Совета СССР. Пока такого указа принято не было. И вот именно поэтому этот человек находился у нас в лагере, в колонии усиленного режима. Кстати сказать, там же в прокуратуре. Я попыталась узнать, вдруг это вот один человек обратился ко мне, это счастливая для него и для меня случайность. Я очень рада, что в результате его выпустили. После вмешательства нового времени? Да, да. Причем выпустили очень оперативно, на это потребовалось всего 2 месяца. Вот, но вдруг какие-то... Кто-то еще сидит в тюрьме сейчас. Вдруг еще кто-то вернулся из плена, а мы даже об этом ничего не знаем. И вот для того, чтобы прокуратура подняла все эти дела, отправила их на пересмотр, может быть, кого-то освободила, если такие люди есть, необходим указ об амнистии. Но этого указа пока нет. Впрочем, мне сказали, что была мысль сделать такой указ, но как-то вот закрутились, дело много, проблем много. Как ты считаешь, кому выгодны сейчас вот такие публикации? Ведь если по большому счету брать, то любое наказание наших ребят, которые воевали в Афганистане и попали в плен, только добавит горе их родным, близким, да и всем нам. В эту чашу горя Афганистана вообще. Я не знаю, кто конкретно в нашей армии несет за это ответственность. Это была ошибка, и мне так кажется. Вот скажет вам ваш же сын. Вот может быть такая ситуация. Может он поймет, что мы выполняли там свой долг, свой приказ. Ведь он же тоже будет уже взрослым, он поймет, что такое приказ, долг. Почему сын? Вот сейчас, телестудия Останкина, характерный пример. Идем нам навстречу человек, работник телевидения, прям навстречу. И такую реплику кидает, видя, что мы вот в такой необычной форме, видя, что у нас на груди вот значки. Вернее, мы их называем значки не утрированно, а значки подобные. А он их называет значки, как пионерские значки. Говорит, о, опять солдаты идут, и столько значков понавешали. То есть для него это непонятно, что это ордена Красной Звезды, это что такое медаль за отвагу. Недавно была большая статья, газете «Правда», где один ветеран Великой Отечественной войны возмущается в открытую. Как так? Нас, ветеранов Великой Отечественной войны, приравняли к афганцам. Ну кто они? Что они там делают? Мы же не знаем. Они действительно ничего не знают, что мы там делаем. Потому что практически освещение, как было во время войны, что были фронтовые корреспонденты, фронтовые кинооператоры. Там же перед нами, я не знаю войны, но я ее видел всю в кино. Всю там видел, как солдат убивают, когда они идут в атаку, эти взрывы, все видим. Про Афганистан у нас по телевидению ничего не видно. Поэтому эти люди думают, за что им ордена дают, товарищи? Почему им такие льготы наравне с нами, удостоверение участника войны, практически те же самые льготы? Почему? Мы слышали заявление довольно таких авторитетных, заслуженных людей, что Афганистан это не модно, это не популярно. О нем народ старается забыть. Восемь лет, все, куда можно? Да, это куда можно? Юра, расскажи. Сыграй. Знаешь, как сейчас здорово будет? Спой. И больше ничего говорить не надо. Слышал край Мухаэль, но от больших людей, что Афганистан не в моде, тема есть под ней. То есть, как это не модно, удивился я. Это, что ли, марка, фирма женского белья? Чья-то новая прическа, может, гарнитур? Или стал уже не в моде разговор про бур? Стингер, БМП, засады, чей-то караван? Автомат, гранаты, мины, полчища душмана. Ведь в своих вечерних салах так любили вы. Говорить на эти темы спутники войны. А теперь уже не модно. Надоела кровь. Устарела эта тема. Ну, так это ж не любовь. Вот бы вас теперь всех вместе, да, в Афганистан. Посадить бы на песочек рядом Пакистан. Нет водички, очень жарко, жмет бронежилет. Пропал слабый, рядом кобра. Ах, какой сюжет! В магазине два патрона, в фляге нет воды. Тут, наверное, без диеты похудели б вы. Да, забыли б про бандитов. Ну, пол, волчища душмана. Что ж, сегодня вы в засаде, рядом караван. Ой, лицом вы посеяли, вам не ты душман. Ой, куда ж вы побежали? Там же Пакистан. А еще бы вас к мальчишке, что лишился ног. Для которого хирург наш стал отец и бог. А еще бы к вам в салоны сотни матерей. Для которых эта тема стала всех родней. Да, в Афганистан не в моде. Для таких, как вы, только знайте ваши души и сердца не ртвы. Примерно так скажем. Дело в том, что вот наши афганцы, ребята, возвращаются. В основной массе 99,9% это отличные ребята. Ребята, на которых молодежь будет равняться. Будет равняться. Только надо учитывать и то, что они молодые люди. Молодые люди. Они приходят, смотрят на эту жизнь, которая сейчас здесь в Союзе. Они привыкли в Афганистане. Бой, постоянное напряжение. Какая-то самодисциплина. Сюда они приезжают, немного расслабляются. И уважение. Да. И уважение от всех. Это то же самое, как было отношение к интернационалистам, испанцам. Тоже, кто в Испании в свое время был. То же самое. К ним тянутся. Ну так позвольте. Кто-то должен их направлять. Кому этим заниматься, как не райком у комсомола. А этим заниматься формально, понимаете? Освобожденный комсомольский актив, он не просто не понимает эту проблему. А сколько вот я не сталкиваюсь, допустим, чисто по журналистской деятельности. Он свою задачу видит в том, чтобы куда-то пристроить это, значит, поскольку... Как обыкновенная организация. Совершенно верно. Металиста найдет. Вот, значит, найти какую-то ячейку, куда надо впихнуть это непонятное афганское движение. И поставить определенные рамки. Часто пользуетесь удостоверением? У меня вообще нет еще. В принципе, я афганцев не идеализирую. Много было случаев, конечно. И люди разные все. Но, во всяком случае, я считаю, что наши парни не заслужили такого отношения к себе. Как начинают там высказывать. Наши парни тоже много видели. И особенно те, кто остались инвалидами. Отношение инвалидами, к инвалидам, к нашим афганским, это дичайшее. Когда у нас едет человек, доезжает до дома, у него протест разваливается. А для того, чтобы сделать новый протест, у него требует определенную мзду. Это так. К сожалению, это так. На работу не берут. На работу не берут. Так и не решен вопрос с инвалидами, никуда их пристроить не могут. Ребята, сколько я своих тоже встречал после Афганистана, говорят, мучаемся, не можем нигде себе найти работу. Особенно те, кто был ранен, контужен. Там, кто инвалид. Давайте спой. Нас поставили вдруг, как к барьеру, меня и тебя. Нас заставили драться за пряник и лавры на шее. Но ты-то хотел просто петь про афганских ребят. Я же здешнему бой воронью дать хотел, как сумею. Сумасшедший вопрос, просто гамлет, но петь или не петь. Если струны порвать, ты, пожалуй, меня не осуществишь. Даже если когда-то мне вручат лавровую ветвь, Орденов, как у вас, на базаре не встретишь, не куришь. Кто придумал толкнуть нас сражаться, подобно врагам, Не возьмусь, не брему, не пойму, не желаю, хоть тресни. Даже здесь, под Москвой, по ночам тебе снится Афган. Нам не снятся нынче тобой пропетые песни. И начнут секунданты отсчет, и сходиться начнем. Телезритель замрет, предвкушая сюжетность дуэли. На продажу мы песен с тобою не пелища. Мы и завтра не будем, мы людям споем, что хотели. Слушай, Юрка, дай лапу, старик, этот спорт не про нас. Завтра оба споем так, чтоб тема с салонов икнулась. Ты воюй за Афган, а я здесь повоюю за вас. Чтоб ребятам твоим не пришлось пожалеть, что вернулись. Чтоб ребятам твоим не пришлось пожалеть, что оттуда вернулись. Субтитры создавал DimaTorzok